В совещании приняли участие первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, городской прокурор Юрий Чижов, начальник межмуниципального управления МВД России Одинцовская Алексей Школкин и представители Госадомтехнадзора. Те, кто до сегодняшнего дня занимается таким несанкционированным свалом мусора на наших площадках и вдоль дороги, на контейнерных площадках, делают это только потому, что появилось некое ощущение вседозволенности, потому что они могут поэтому вываливать в ночное время, в утреннее время, в те часы, когда этим перевозчикам удобно делать. В связи со сложившейся ситуацией на Можайском шоссе глава муниципалитета отметил, что будет жестко реагировать на такие несанкционированные свалки и по всем нарушениям обращаться в инстанции, привлекать Госадомтехнадзор и правоохранительный блок. Совместно с постоянными комиссиями, которые созданы во всех поселениях, будут проверяться очаги несанкционированных свалок. Для создания прозрачной схемы движения мусора от образователя отходов до мест окончательного депонирования будет использоваться система «Электронный талон». Об этом рассказал заместитель и руководитель администрации Михаил Каратаев. В первую очередь, от системы «Электронный талон», дальше сравнение данных муниципалитетов по источникам образования отходов и данных мусоровозящих комбаний, оборудование станции сортировки полигонов видео и весовым контролем, оборудование транспорта мусоровозящих компаний системы «Энглонас». На совещании особо подчеркнули, что если в городских и сельских поселениях есть качественная станция по сортировке мусора и обработке КГМ, то она должна быть заявлена в Министерство экологии Подмосковья и включена в территориальную схему. Перед местом хранения отходов необходимо установить весовые шлагбаумы. Весь мусор, который вывозится с территории, должен иметь историю, а данные введены в систему электронного талона. Речь шла и о взаимодействии руководителей поселений силовыми структурами для предотвращения навалов. Правоохранительный блок, в свою очередь, должен осуществлять контроль выбранных точек и предотвращать незаконный вывал отходов. По итогам встречи Андрей Иванов отметил, что подрядчику необходимо предоставлять информацию о тарифах на вывоз мусора, об объеме отходов и единицах техники для уборки контейнеров. Все площадки должны быть огорожены.